Здравствуйте! Хочу представить вам сегодня спортивные брюки ХБ Германия. Упаковка у них 20 кг, стоимость за килограмм 531 рубль. При этом себестоимость от них блюк получается 170 рублей. Качество у них экстра, то есть это не крем. Если где-то будут конкретные заносы, я буду вам говорить. Так, брюки женские ХИС, спортивные, ХБ. И также я буду откладывать мужские брюки отдельно, женские отдельно, чтобы мы могли в процентном соотношении посмотреть, что содержит. Так, вот это вот толстовочные плотные брюки. У них есть манжеты на конце, внизу. Вот такие вот. Состояние хорошее. Я думаю, что они тоже женские. Вот это вот такие, они знаете, тонкие, прикотажные. Я бы даже сказала, что они похожи на пижамы, но это не пижамы и трико. Вот, их может носить мальчик, либо девочка, все равно я гладу их в другую кучку. Это точно женские штаны. Они, они, нет, они в принципе нормальные, по ростуке. У них вот такая вот нога. Ну, я бы сказала, что у них есть небольшие катышки, которые легко уберутся. Это, в принципе, все. Хорошие штаны. Так, вот такие вот штаны. У них немножко зауженная нога. Они такие потеплее, не тонкая. Это женские брюки, размер эска, состояние идеальное. Кладу их сюда. Так, это мужские эска. Толстые, они толстые. У них есть замок и резинка внизу штанины. Они имеют такой налет тускадочек небольших. Знаете, когда вот постираешь хэбэшку, она некоторая, вот, вот, вот они вот такие. Но продать их легко, на них нет серьезных взлеток. Это костюм из велюра, большого размера, женские. Вот штаны и вот кофта, то есть такой домашний костюм. Женские хэбэшные вюки. Нога вот такая, сзади вот так, размер эска. Я кладу их сюда. Женские, это капли с завязками внизу. Размер у них большой. Состояние идеальное. Кладу сюда. Женские, подвороты есть внизу. Маленький, размер эска. Кладу сюда. Женские, брючного типа. Я наблюдаю катышки внутри пояса. Пояс двойной. И катышки вот здесь вот. То есть, скорее всего, это хэбэ. Так вот скаталось. Но это не сильный дефект. Их, безусловно, купят. Женские, тонкие, трикотажные брюки. Вот такая нога. Она получается клёш немножко. И длинный пояс. Состояние экстра на качество. Не идеальное, но такое, носибельное. Женские, они не хэбэ. Это, тут большой процент эластана. Хэбэ тоже есть, но эластана очень много. Зато они большие, они капри. То есть, безусловно, продажный вариант. Вообще, эти брюки, конечно, надо рассматривать, ну, как всё равно такая одежда, которую, ну, в большинстве своём возьмут для дома. Так, это мужские. У них нога с манжетом. Дефектов я конкретных не вижу на них. Женские. Нога с манжетом. Состояние хорошее. Немножко потеря цвета. Слегка. Вот это вот тонкие женские домашние брюки из трикотажа. Большого размера. Легко тянутся. У них брючная нога. Вполне себе состояние экстра нормальное. Это леггинсы. Состояние экстра. Хэбэшные штаны. Три четверти. У них вот такая манжет, вот такой манжет на ногах. Это женские брюки. Так, это брюки у нас тоже женские, лёгкие. Хэбэшные. Хорошие. Их можно носить летом или зимой дома. У них всегда будет удобно, комфортно. Вот такие вот. У них идеальное состояние. Женские. Вот такая нога с завязками внизу. Тонкий трикотаж, не толстый. Женские. Это вареный трикотаж, варенка. У них вот такая нога. Очень модные, стильные, большого размера. Они женские. Это белюр. Просто обыкновенная, брючного типа штаны. Кладу их сюда. Это толстовка. Достаточно она плотная. У нее сзади карманы. Это модель модная. Длинный манжет внизу и зауженные книзу. Я думаю, что я положу их в мужские. Это тоже мужские штаны. У них манжет, но нет зауженных. То есть они просто обыкновенные, но в хорошем состоянии, в отличном. Мужские. Это тоже мужские. Они уже идут с ночью, что внутри. Нога просто прямая. Но зато размер большой. Но я скажу так, что это не высокий рост. Не на высоких мужчинах. Тоже мужские. Рост высокий. Они, знаете, просто похожи на людей, которые занимаются бодибидингом. Вот для них такие что-нибудь. У них такая здесь широкая нога и пояс. Это женские. Здесь есть пятна, но видно, что они отстираются. Я даже вот так сделаю, они отойдут. Они тонкие. У них трещерки. Вот такая вот нога. Женская. Это брюки может носить женщина, либо мужчина. Все равно у них нет М-ка и резинка на конце. Состояние отличное. Я кладу их в мужскую кучку. Это женские брюки. Это женские брюки брючного типа. Состояние отличное. Рост нормальный. Рост нормальный. Рост нормальный. Большой размер. Мужские. Для домашней ножки. То есть они такие как белье. Видите, у них даже резинка как кусок получается. Состояние хорошее. Такая прямая нога. Это мужские брюки. Сюда. Женские, на манжете, 3 четверти, они не длинные, стояние отличное, мужские толстовочные брюки, но рост короткий, прямо вот, ну короткий-короткий, наверное, на мужчину 160 в основном, либо это подросток, сюда. Опять мужские, у них уже расходка нормальная, они с зачетом, размер у них М, состояние отличное, мужские, женские, тонкие, я скажу, что это больше леггинсы для спорта, потому что они, кстати, могут быть мужскими, видите, они с ногами, то есть вот так вот сюда вот одеваются пятки, чтобы они не съезжали. Это спортивное, как термобелье, оно может быть, кстати, быть мужским запросто. Это женские, вот такая нога, состояние отличное, толстый трикотаж. Женские, они ХБ, имеют капюшки, и на них налипы, это говорит о том, что ХБшка, ну не очень высокого качества была, но в целом они для домашних ростов вполне годятся. Сюда кладу. Это женский тонкий трикотаж, у них сочетается нога и на манжете. Состояние хорошее, отличное. Женские, манжет, внизу есть зауженная нога. Состояние отличное, размер СК. Женские, нога обыкновенная, классическая, состояние отличное, размер СК, сюда. Женские, они такие поклотнее, хорошее качество ХБшки, но поскольку они белые, у них в принципе нет никаких пятен. Состояние хорошее, размер СК, аду в женскую кучу. Тоже женские, вот такая нога, состояние СК. Велюр, для домашней носки, вот такая нога, размер М, М, кладу сюда. Ну, то же самое, только размер больше, размер больше, женский, кладу сюда. Опять велюр, вот их может носить уже как мужчина, так и женщина, это размер Л, состояние отличное, кладу сюда. ХБ мужское, низкая талия, вот, состояние экстра, кладу сюда, в мужскую кучку. Мужские штаны, короткие. Три четверти. Это женские штаны для беременных, состояние отличное, размер большой. Сюда. Штаны мужские, у них зауженная, немножко зауженная нога, есть манжеты внизу, есть замочки, есть накладные рукопа, есть вот здесь вот сзади карманчик. Состояние хорошее, поскольку они черные, на них налиты есть из разных ниточек, а так отличное. Тоже мужские штаны, высокий рост, а внизу резинка, состояние отличное, большой размер. Опять мужские. Состояние экстра, нога вот такая, в мужскую кучку кладу. Женские, размер большой и рост высокий, вот такая нога, но тоже присутствуют каташки, причем не то, что в конкретных местах, а как бы они по всей поверхности получаются. Тонкий трикотаж, сюда. Эти потолще штаны, с начесом уже, женские, размер большой, каташков не имеют, состояние отличное. Это мужские брюки, размер МК, хороший рост, вот такая нога, классическая. Кладу сюда мужские штаны, большого размера, на хороший рост, все в них прекрасно, но есть потеря цвета. То есть они вот такое, знаете, они как-то серые. Может у них и цвет такой, их безусловно купят. То есть безусловно они не будут у вас висеть, но попросят, наверное, скидь. Мужские, женские брюки домашние, они, это не трикотаж, это ХБ, ХБ ткань. Сюда кладу, тонкий трикотаж, струящийся, есть манжеты, женские. Ой, вот это гламурные штаны, представляете, у них варенка, вареный трикотаж. Здесь у них кипюр, зауженная нога, ой, лампасы с люрексом, ё-моё. Идеальное состояние, размер эска, очень гламурные. Кладу сюда. Это Аладдины, укороченное состояние, отличное, размер эска. Вот тоже, кстати, модные вполне штанишки, из такой вот мягкого трикотажа. Есть манжеты, есть пояс, есть карманы. Это женский модель, кладу сюда. И леггинсы Nike, тоже женские. Это были спортивные брюки Германия, стоимость за килограмм 531 рубль. Себестоимость за одну единицу 170. Давайте рассмотрим, сколько здесь женских, упаковка 20 килограмм, а сколько мужских. Я скажу, что мужских здесь ровно 25% из всего состава. Состояние у них экстра, плюс крем. Но, тем не менее, учитывая данный сезон, эта позиция выгодная. Напоминаю, что только сегодня, 22 декабря, эту позицию вы сможете купить со скидкой 18%. Потому что у нас сегодня черная пятница. Звоните. Да хотя бы ровно.